МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это еженедельный информационный обзор, подготовленный нашими репортерами. Этот итоговый выпуск будет посвящен 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Вот о чем речь пойдет в информационной программе. Никто не забыт, ничто не забыто. Великий подвиг фронтовиков, тружников тыла, детей войны и узников концлагерей вспоминали на Скорбящинском мемориале. Наша победа, наша гордость. В Ледовом дворце открылась одноименная выставка, а ветеранам Великой Отечественной войны наградили юбилейными медалями. Огонь памяти. В канун Дня Победы вечный огонь получили еще три района Рязанской области. Ну а теперь о всем подробнее. В пятницу, в канун Дня Победы, горожане почтили память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. Вспоминали о подвиге солдат и офицеров Красной Армии на Скорбящинском мемориале и Ленинградском кладбище. На территории Скорбящинского мемориального комплекса и Ленинградского кладбища прошли памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В возложении к памятнику воинам, героям цветов, венков и гирлянды воинской славы принял участие губернатор Олег Ковалев, глава города Андрей Кашаев, а также ветераны войны и школьники. Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин отслужил молебен по погибшим воинам. Их память почтили минутой молчания и оружейным салютом. 70 лет Победы – это самый главный праздник нашего государства. Я участник Великой Отечественной войны. Спасибо, что я дожил до этих дней. Я и вас поздравляю с праздником всех вам благ. От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы с женам снимся молодыми и мальчиками снимся матерям. А в День Победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет, покуда не погас. Мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный, а в этот день вы радостью пьяны. Бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня. Вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. И пусть не покидает вас забота знать волю невернувшихся с войны. И перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах защищали, или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Вечный огонь – это основной символ мемориальных комплексов. Он символизирует память о тех, кто смог отвезти от мира угрозу фашизма. К нему всегда приносят цветы, приходят, чтобы поклониться и вспомнить заслуги советских солдат и народа, вынесшего все тягости страшной войны. Огонь памяти накануне передали в три района области – Рязанский, Милославский и Клепиковский. 7 мая на Площади Победы прошла церемония передачи частички вечного огня в три района области – Рязанский, Клепиковский и Милославский. В дальнейшем от лампад с огнем в муниципалитетах зажгут огни памяти у монументов. Ну а началось торжество традиционно с возложения гирлянды памяти к вечному огню. Сегодня на Рязанской земле проходят тысячи памятных, траурных, торжественных мероприятий, в которых принимают участие десятки тысяч людей. И все хотят сказать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, завоевавшим нашу победу. Вспомнить всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Поклониться их светлой памяти. Сегодня мы с вами присутствуем при торжественном мероприятии, историческом событии, который проходит впервые в нашем городе. Сегодня частичку нашего вечного огня мы передаем районам Рязанской области. Буквально завтра в трех районах зажгутся у монументов Победы наш вечный огонь. Эта красивая церемония посвящена само собой памяти тем, кто не вернулся с войны. Тем ветеранам Великой Отечественной, которые не дожили до этих дней. Вечный огонь – символ памяти трагических лет. Символ памяти о нашей Великой Победе. И пусть эта церемония станет еще одной славной традицией в истории нашей области и нашего города. Дорогие друзья, обращаясь сегодня к молодому поколению, мне хотелось бы попросить вас заберечь память о нашей Великой Победе и пронести ее через многие годы и передать нашим детям. Дорогие друзья, нет в жизни большей ценности, чем жить в мирное время. Дорогие друзья, я хочу нам всем пожелать здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой. Еще одна акция прошла на Площади Победы – «Солдатский платок». Так было решено назвать ее. Приняли в ней участие 44 рязанские школы. Около 700 человек создавали этот платок, длина которого в совокупности составила практически километр. На нем ребята, учителя и родители вышивали или же выводили имена и фамилии своих родных, заставших годы войны в сражении и в тылу. Ребят собралось настолько много, что платок закрыл не только площадь у Вечного Огня, но и территорию фонтана перед МКЦ. Сегодня проводится акция «Солдатский платок» как символ памяти о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. И мне хочется сказать огромное спасибо всем вам за вашу память, за нашу память. Сказать спасибо за то, что вы храните нашу победу и не даете прикоснуться грязными руками к нашей чистой победе. После окончания акции солдатские платки будут храниться в школьных музеях. И каждый год новые ученики будут добавлять к нему новые имена. О живых свидетелей страшных тяжелых военных годов, ветеранов войны и тружников тыла, чествовали накануне Дня Победы. Для них в сквере Рязанского Кремля руководители города и области организовали фронтовую поляну. Фронтовая поляна, разбитая на площади Соборной, собрала без малого 200 человек, большая часть которых – ветераны, участники Великой Отечественной войны и их сопровождение. Само собой, на мероприятии присутствовали и представители региональной и городской власти. Они поздравили многоуважаемых ветеранов с наступающим праздником Великой Победы и произнесли слова благодарности за их храбрость, отвагу и самоотверженность. Сегодня на Рязанской земле знаменательное событие. Губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев вручает грамоты о присвоении двум городам Рязанской области – городу Скопин и городу Михайлов почетного звания Рязанской области – город воинской доблести. Это те города, где проходила линия фронта, те города, где рязанцы сражались с фашистами. Я уверен, что сейчас ветераны, сидящие за этим столом, вспоминают те славные и трудные годы. Но больше всего, наверное, волнует то, каким историческим будущим, каким мы передадим нашему поколению ту правду о этом беспримерном подвиге, ту правду о нашей победе. И сегодня, в этот день, я хотел бы заверить в том, что мы постараемся, мы сделаем все для того, чтобы историческая правда передавалась из поколения в поколение, чтобы никто не смог исказить правду о нашей священной победе. Для ветеранов выступали танцевальные коллективы, актеры театров читали стихи, посвященные военной теме. Само собой были накрыты столы. Но и какая фронтовая поляна без традиционной каши, она сегодня удалась на славу. Кашу попробовать удалось. Мне кажется, она настоящая. Все едят с удовольствием, потому что у всех хорошее настроение. Настроение праздничное, победное. Мне кажется, что нам всем вместе, я имею в виду жители Рязани, удалось создать для наших ветеранов, да и для себя, самое главное, чувство гордости за нашу победу, чувство радости празднику. И, конечно, самое главное, мы сегодня вспоминаем всех, кто завоевал эту победу. И делаем это очень искренне, делаем это правильно. И мне кажется, что в этом залог нашего успешного будущего. Я прошу всех, армии, поднимите рюкзи. И давайте за наши успехи, за наше здоровье, за наши успехи, за наших внуков и детей выкидем всего лишь и скажем, учитесь у деда, как надо жить, как надо, служить народу, служить народу. Они вновь встретились за общим столом. На этот раз повод особый, юбилейный. Каждый из них ковал общую победу. Кто-то на передовой, кто-то в тылу. А годы идут, ветераны рады каждой встрече. И пусть их будет как можно больше. На этой неделе Рязань присоединилась ко всероссийской акции «Сирень Победы». Сирень считается символом весны и светлого праздника. Ведь в мае 1945 года советских воинов, освободителей, возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. Перед зданием Ледового дворца появились несколько молодых кустов этого растения. А внутри спорткомплекса открылась выставка «Наша победа, наша гордость». 5 мая во дворце спорта «Олимпийский» торжественно открылась театрально-выставочная программа «Наша победа, наша гордость». Это проект, приуроченный к 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. В гостях на первом сеансе побывали рязанский губернатор Олег Ковалев, вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель Рязанской областной думы, Аркадий Фомин, глава муниципального образования города Андрей Кашаев. И, конечно же, ветераны войны и труженики тыла. На площадке перед дворцом для приглашенных работала солдатская кухня и выставка в военной технике. А гости праздника посадили сиреневую аллею в рамках всероссийской акции «Сирень Победы». А в фойе Ледового дворца развернулась выставка художников, посвященная Дню Победы. Молодые активисты раздавали георгиевские ленточки, а также записывали видеопоздравления для ветеранов-фронтовиков. Глава региона в рамках осмотра выставки зарегистрировался для участия в акции «Парад победителей». С фотографией своего отца, герой войны, он также примет участие в шествии во время парада 9 мая. Здесь же в фойе состоялась презентация пятого тома книги «Солдаты Победы». Экземпляр получил в подарок и Олег Ковалев. В открытии выставки приняли участие, конечно же, и ветераны Великой Отечественной войны. Я вижу подрастающее поколение, которое на равных с нами будет жить и творить, как и мы в своем детстве, которое и в юности, которое было воспитано Николаем Островским, как закалялась сталь, Фурманов, Чапаев и так далее. Сейчас, сейчас молодежь тоже в таком же духе, как и мы. И я надеюсь, что они всегда, как и мы, будут нести знамя той победы, которую мы завоевали. Для гостей была организована первая официальная экскурсия по интерактивной выставке на Ледовой арене, состоящей из 16 залов. А актеры студенческого театра «Переход» показывали сценки из жизни, посвященные памятным датам 1941-1945 годов. Это и городской парк 22 июня в 4 часа утра, отправка на фронт красноармейцев в вагоне обороны Брестской крепости и битва за Москву, за Сталинград. В общем, правдиво показаны образы героев войны. Выставка в Ледовом дворце будет работать до 8 мая. Персональная выставка работ художника ветерана Великой Отечественной войны Льва Александровича Смирнова открылась в Лизанском областном научно-методическом центре народного творчества. 12 мая у него юбилей, 90 лет. Но, несмотря на почтенный возраст, ветеран увлекается живописью. Правда, на этих картинах нет эпизодов прошедшей войны. Только яркое солнце, бесконечные просторы и мирное небо над головой. Мне больше нравится природа. И вот эти вот краски вот такие вот. Поэтому ну а там война уже как-то прошел ее эту войну. И грустно вспоминать. Сам ветеран о войне вспоминать не любит и почти о ней не говорит. Эта выставка положит начало циклу мероприятий прикладного, изобразительного и фотоискусства. Особое внимание будет уделяться творчеству ветеранов и тружеников тыла. И мы хотели бы, чтобы вот эхо этой Великой Победы не закончилось только в залах этого симпатичного здания, а как бы вот прошло через всю Европу по боевым местам, где они шли. И мой отец начал с Рязани дошел до Кингсберга. По сути дела до Эльбы. А около 40 населенных пунктов Калининградской области это рязанцы, которые легли на полях войны восточно-постской операции. И вероятно в Рязани мало об этом знают. И нам бы хотелось связать эти два региона. Выставка работ Смирнова Льва Александровича праздничный май продлится до 7 июня. Из Рязанской области на фронт ушли около 300 тысяч человек. Больше сотни земляков стали героями Советского Союза. Один из наиболее известных Александр Яковлевич Фирсов. Старший сержант, повторивший подвиг Александра Матросова. В канун Дня Победы дом-музей героя отреставрировали и обновили экспозицию. На открытии обновленного дома-музея героя Советского Союза Александра Яковлевича Фирсова в селе Поляки Путятинского района собрались многие местные жители. Они хорошо знают о подвиге своего земляка. Младший сержант Александр Фирсов в 1945 году при прорыве укреплений у города Дунин в Северном Китае повторил подвиг Александра Матросова. Из расходов в боеприпасы он подобрался к кражескому доту и своим телом закрыл амбразуру, чтобы отделение могло продвинуться вперед. В честь подвига героя земляки на его малой родине организовали дом-музей, в котором сохраняют память об Александре Фирсове. Там письма есть из Болгарии писали к нам. Из Дальнего Востока очень много Дальнего Востока на нефтографии там пать Фирсова устроили специальная такая впадина между горами. Памятники ему там поставили он Фирсову. Ну вот на этой карте показано место, где он совершил этот вот подвиг свой. Еще недавно состояние дома-музея Фирсова находилось в крайне плачевном состоянии. Протекающая крыша покосившийся забор неухоженная территория. В канун 70-летнего юбилея Победы местные жители обратились с просьбой помочь восстановить дом, в котором родился и до ухода на фронт жил Александр Яковлевич Фирсов к начальнику Рязанской полиции Николаю Николаевичу Пелюгину во время его объезда Путятинского района. Шацкие и Путятинские полицейские к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне взяли шефство над музеем и привели его в порядок. Накануне праздника местные жители вместе с полицейскими осмотрели экспозицию музея и вспомнили о подвиге Александра Яковлевича Фирсова и всех других воинов-фронтовиков, завоевавших Великую Победу. А на этой неделе у обновленного дома-музея Александра Фирсова торжественно открыли мемориальную стелу. Село Поляки стало финальным пунктом автопробега по Путятинскому району, посвященному 70-летию Великой Победы, которую организовала районная администрация. Путятинские школьники гирлянду и георгиевскую ленту. После этого для ребят провели экскурсию по обновленному домомузею, которую провел бывший директор местной школы Николай Даньшин. 8 мая в Рязани появился Сквер Победы. Появился он благодаря совместным усилиям молодежи и городских властей, которые поддержали такую инициативу. В течение этого года здесь планируется заложить газон, установить скамейки, а у входа в парк посадить 6 кустов сирени. На перекрестке улиц Кудрявцево и Чапаева появился новый городской сквер. Инициатива по благоустройству этой территории принадлежала молодежи. А поскольку сквер заложен в канун 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, то и называться он отныне будет Сквер Победы. На торжественном митинге перед собравшимися выступил фронтовик Николай Чадаев. Мы гнали немцев потому, что наш народ и наша армия были обеспечены в самый трудный, в самый тяжелый период войны хорошим оружием, русским духом. Поэтому не только выстояли, но и победили. Все то, что происходит сейчас, это заслуга наших ветеранов. Это именно они принесли нам мир. Наша задача сохранить этот мир и постараться сделать так, чтобы память о тех страшных днях войны мы смогли пронести, сохранить и передать детям. Наша с вами задача сегодня это сохранить мир и не дать, переписать историю, нашу с вами историю, которую сейчас пытаются переписать многие европейские страны. Поэтому, друзья, я очень рад, что вы сегодня собрались. А далее в новом сквере высадили несколько деревьев в Черемухе, а вскоре здесь появятся еще кусты сирени и также разобьют парковый газон. В рамках работы в Сквере Победы были отсыпаны дорожки, были высажены кустарники, посажена клумба. В ближайшее время здесь появятся сирени, здесь появятся лавочки. Уже вскоре Сквер Победы на перекрестке улиц Кудрявцево и Чапаево наверняка станет излюбленным местом для отдыха жителей и молодежи. Кстати, после высадки деревьев в Сквере Победы довольно долго звучали еще песни военных лет. А вот сейчас с рязанским девушком-исполнительницем из трио Мелани требуется зрительская поддержка. Они участвуют в телеконкурсе «Новая звезда». Конкурс проходит впервые, студентки Рязанского музыкального училища уже сумели пробиться в финал и они очень надеются на поддержку горожан. Девочки очень талантливые, они выступали и как солисты, и занимали разные места на престижных конкурсах на международных, но такой конкурс это впервые, потому что это федеральный канал, но это все равно, что попасть на главную сцену. Вот. Я бы хотела обратиться к нашим телезрителям за поддержкой. Почему? Вот. Потому что конечный результат определяется СМС-голосованием. Жюри нам на протяжении всех трех туров, первый, второй и полуфинала поставили 100 баллов. Это максимальная оценка. И сейчас там такие со стабалами не только мы, есть еще несколько участников, и сейчас мы хотим, конечно, от нашей Рязанской области получить поддержку СМС-голосованием. На номер 1880 текст сообщения такой, Z, английская буква, и 37, это 37-й номер порядковый, Z37 на 1880. Все средства, которые будут собраны в результате голосования, пойдут в фонд детей больных раком. Посмотреть финал можно будет на канале «Звезда» в 21.30 10 мая в воскресенье. А на стадионе ЦСКА прошел традиционный легкоатлетический пробег ко Дню Победы. Участвовали школьники, студенты и курсанты вузов. До празднования Дня Победы осталось совсем немного. И в преддверии этого праздника в нашем городе проводится огромное количество мероприятий. Один из них легкоатлетический пробег, посвященный 70-летию, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошел на стадионе ЦСКА. На этом пробеге выступали молодые спортсмены. Сначала этот пробег не был приурочен какой-либо конкретной датей, но вот уже 20 лет он посвящается Дню Великой Победы. Важно отметить, что данный пробег пользуется большой популярностью среди молодежи. 9 мая является одним из самых важных праздников в нашей стране, ведь именно наши солдаты ценой своей жизни смогли остановить самую ужасную и кровавую войну в истории человечества. Поэтому мы должны помнить и чтить их подвиг и прожить свою жизнь достойно. А спорт в этом деле первый помощник. Городские гуляния в преддверии Юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошли на почтовой улице в среду, причем праздник был посвящен историческим победам российского народа. Во всех городах России в преддверии праздного Дня Победы проходят великое множество торжеств. И наш город не стал исключением. Впервые в Рязани прошел так называемый Бал Победы, посвященный само собой победам российского народа на протяжении многих веков, начиная от войны 1812 года, заканчивая Великой Отечественной войной. К участию были приглашены учащиеся школ, студенты, воспитанники учреждений дополнительного образования, клубы исторического танца. Кроме выступления рязанских клубов исторических танцев и учащихся школ университетов была подготовлена и другая развлекательная программа. Она включала в себя несколько так называемых станций. Все различные станции, их более 30 на всей улице. Станции различные. Это старая фотография, это военно-полевой госпиталь, это сбор военной техники, это чтение стихов военных лет и песни военных лет. Самые различные. На протяжении всего дня на мероприятии само собой присутствовали ветераны. Ведь именно им, героям Великой Отечественной войны, посвящены все проводимые в городе торжества. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Поздравляем всех с праздником Победы! Смотрите прямую трансляцию торжественного парада с площади Ленина на нашем канале. Комментировать парад будет наш коллега-депутат Рязанской городской думы Евгений Зызин и председатель правления Рязанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев. Начало трансляции в 10 часов 30 минут. Еще раз с праздником и до встречи в эфире. Уважаемые жители и гости города, Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания поздравляет вас с 70-летием Великой Победы и желает всем мирного неба над головой, согласия и благополучия в каждом доме. Редактор субтитров А.Семкин